Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим о лианах. С каждым годом эта группа растений становится более популярной среди наших садоводов. Почему-то вызван интерес к этой группе растений. Потому что среди лиан есть и лечебные, есть и пищевые, и декоративные растения. Есть растения, которые сочетают все в одном. Все три эти самые качества в одном флаконе, как говорится. И почему они популярны? Потому что любая лиана, это мощное растение как бы, но тем не менее, за счет того, что ее можно расположить в каких-то шпалерах, в горизонтальном положении или в вертикальном положении поднять какую-то высоту, одно растение, имея даже огромную площадь, получается, занимает не так уж и много. Поэтому земельная площадь экономится. И лиан можно высадить, например, в отличие от тех плодовых деревьев, очень много. Ну, высадить очень много лиан только в том случае, если вы будете за ними ухаживать. Сейчас осень, и мы начнем уход за лианами. В чем он заключается в первую очередь? В первую очередь ход за лианами заключается в их обрезке. Обрезка, значит, будет различная. Есть древесные лианы, там обрезка будет как бы минимальная, потому что там сохраняется ствол, это все древесневшее, все сохраняется. Есть травянистые лианы, там обрезка очень простая. Все секатором срезается по уровню земли. Срезали, ну, максимум 15 сантиметров от земли оставили пенек, все. Эта лиана уже у нас обрезанная. Но почему надо лианы именно обрезать осенью, а не весной? Объясню, что у моих лиан, например, тоже у лимонника, который за моей спиной, у винограда, значит, при весенней обрезке происходит плач. Ну, то есть плач, сокодвижение идет в эти веточки, и сок начинает капать. А это приводит к чему? Растения истощаются раз, во-вторых, там, где был сок, у нас поселяются различные болезни, и ползут туда и вредители. Ползут и вредители питаться этим соком. Поэтому, вот два минуса, почему по этим растениям нельзя делать весеннюю обрезку, а лучше сделать осенью. Ну, подход к обрезке осенью, ну, различается. Ну, вот возьмем, к примеру, виноград. Если растет виноград, значит, все побеги, которые зеленые, не коричневые, то есть не вызревшие, мы удаляем. И обязательно мы удаляем даже вызревшие, если побеги тоньше, толщины карандаша. Если побеги тоньше карандаша, значит, мы их тоже будем удалять. Почему? Оставляем меньше побегов на кусте винограда, мы уменьшаем его надземную часть, но увеличиваем размер грозди. Грозь винограда, которую мы привыкли покупать, будет большой и крупной, если будут лозы толстые и мощные. Ну, несколько иной подход будет к обрезке декоративных растений. Вот той же, например, жимолости. Та же жимолость, это декоративное растение, там побеги тонкие. Там подход будет несколько иной. Будет подход иной в каком смысле, что побеги тонкие. Там мы только будем удалять побеги, которые или сильно выросли за пределы системы, которые мы отвели, или они сильно загущены. Там тоже можем прородить. Тут обрезки не такая кардинальная. Следующее, вот интересное растение, ну, лимонник китайский. А вот по лимоннику китайскому, значит, что вы преследуете. Если по лимоннику китайскому мы преследуем декоративные свойства, значит, мы лимонник можем не трогать. Он растет, как ему вздумается. Ну, чуть-чуть подкорректировать можно, какие-то веточки вышли за пределы, отведенные им площади, мы можем подрезать. А дальше мы их не трогаем. Но, если мы хотим получить ягоды лимонника, значит, обрезку мы делаем кардинальную. Кардинальную, кардинально образаем. Тогда лимонник дает много коротких боковых веточек, и впоследствии на следующий год он даст большой урожай плодов. Если мы этого не оставим, плодов будет очень мало. Даже самые хорошие сорта, они уже есть у лимонника, выведены сорта, но не будут давать большого-большого урожая. После того, как мы сделали обрезку наших лиан, значит, следующая операция, что надо, это лианы на зиму обработать. Ведь лианы, как и люди, они тоже болеют. Особенно болеют такие лианы, как виноград. Виноград, пьющиеся розы. Вот эти два растения, которые наиболее сильно болеют. Чем мы будем их обрабатывать? Обработка очень простая. Берем 700 грамм карбонида и 150 грамм железного купороса. Это все в расчете на 10 литров воды. И обильно-обильно смочим наши лианы. Но эту работу мы будем проводить уже после обрезки и после осеннего листопада, когда веточки будут голые. Обработали. Обработали, все прекрасно. Следующая работа, которая нам пойдет уже после обработки от болезней этим составом, карбамид плюс железный купорос, это что будет? Это зимнее укрытие. Часть лиан происходит из южных краев, и они теплолюбивые. Это относится к винограду, к южным сирозам, глицинии, к ампчису. Вот эти лианы нуждаются в зимнем укрытии. Зимнее укрытие лиан делается паразитным схемам. Но если есть возможность, то просто-напросто все побеги собираются в пучок и обматываются спонбондом. Обмотали спонбондом, закрепили, чтобы ветер не сорвал, и положили к земле, чтобы потом под снегом не сломать нашу конструкцию. Приложили к земле. Если нет, мы привязываем к шпалере, чтобы так же снег не сломал потом наши побеги. Эту работу мы сделаем чуть позже. Сделали зимнее укрытие. Значит, гарантия, что эти растения перезимуют. Потому что эти растения, как правило, плодовые или даже глициния, то есть декоративные, они цветут на побегах прошлого года, то есть на старых. А если старые, молодые побеги прошлого года отмерзли, у нас свечения уже не будет. Поэтому, если мы поленимся сделать укрытие по этим растениям, значит, мы будем иметь только зелень. Цветами мы наслаждаться не будем. Не забывайте об этом нюансе. Ну и еще одна работа есть, как бы, по наших лианах, которые надо сделать. Поняли? Обрезка, обработка, зимнее укрытие. У нас и наши лианы надо на зиму подпитать. Чем лучше подпитать наши лианы, чтобы на следующий год они порадовали нас и плодами, и цветами, и хорошей пышной листвой. Мы используем препарат растимут от процветок. Разводим растимут от процветок по инструкции и проливаем наши лианы. Пока наши лианы будут отдыхать, находиться в зимой спячке, то, что содержится в этом флакончике, будет работать. Та же триходерма будет обеззараживать почву, и весной наши лианы проснутся в здоровой такой среде и будут давать хорошие урожаи ягод и хорошую зелень. Чего вам и желаю. Если вам понравился наш ролик, ставьте ему лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите в наши магазины. До свидания.